Короче, я нажрался в такое говно, в падение на вертолете в воду. За нашу жизнь отвечаем мы сами. Рот, ты прыгнешь в пруд. Я готов. Что я подписался с Субой? Ты допускаешь, что когда-нибудь, возможно, троничок? Суба вызвал меня на бой. Только контент, тоже хардкор. Вы же знаете, что я люблю испытывать себя. Ну вот я и согласился. Сука! Панапокупают, блядь. Сегодня с Сашей Габаром будем падать на вертолете в воду. Это, конечно, будет имитация, но посмотрим, как мой организм поведет себя. И будет ли у меня какая-то паническая атака. Получится у меня выбраться или нет. Блядь, я ненавижу воду. Строптажа не будем. Короче, он запланировал какую-то ебанутую штуку. Просто, блядь, заходим в эту кабину и падаем в воду, нахуй. Нам надо выбраться. Потому что люди, которые падают в воду, их не инструктируют. Я так думаю. Ну, это как бы логично. То есть у нас все по чесноку, ребята. Это Габар. Ребята, страх внутри каждого из нас. Ему там не место. Блядь, я не знаю, что меня ждет. На что я подписался. Мы сейчас находимся в здании, где испытывают водолазов, летчиков, пилотов. Короче, подготовка к экстремальным всяким штукам. Сука, почему чисто долбоеба? Вот с этой стороны, посмотрите. Что за пиздец, а? Ну, потому что это невозможно, посмотрите. И вот. Как вот ездить-то с такими идиотами, блин, а? Я за то, чтобы были свободные отношения. Никто никого не запрещал. Вау, 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 вау. Вау. Что? В смысле свободные отношения. Люди, когда слышат свободные отношения, подразумевают в виду совершенно иное. Типа, ты встречаешься с девушками, она встречается с пацанами, и у вас свободные отношения. Ну, смотри. Свободные-то какие? Я вот выложил, допустим, тенс-малышку, да, которая под дикую ламбу попу потрясла. В моем инстаграме. Ты мне слова не сказал. Ну, прикольно комментик написал, да? Все, ну, как бы, легкость в отношениях должна быть. Свобода, она определяется уже самостоятельно. Не ты говоришь мне, а нельзя вот это. А я сам для себя определяю, что вот тут уже я, наверное, будет переборчик. Хорошо. Иногда прокидывать можно вообще абсолютно спокойно. Ну, вот просто общаюсь я, вот, допустим, с той девушкой, с которой ты встречался до меня. Ну, а я такой, что мы видимся с ней на тусах? Встречался? Нет. А с кем чпокался, да? Да. Вот вопрос, зачем мне это знать? Я буду их видеть, такая, постоянно заморачиваться. Блин, я должна сейчас выглядеть офигенно, чтобы... Да, наоборот, слушай, ну я с тобой, а она так, а она не со мной. А было у нас по-любому нормально, потому что у меня... По-любому нормально было, зачем ты мне это рассказываешь? Ну, потому что у меня из 100%, 99% уходили удовлетворят, и это нормально. Вообще, как бы, 1%, ну, бывали осечки, как бы, не спорю. Но, наоборот... А вот, прикинь, я вижу с этим 1%, я на смотрю, и... Нет, 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 ты видишь с нормальным... Сколько ты с ним 3 года? Послушай, нет, послушай. А наоборот, ты такая, ага, так, у него уже было с ней, у меня тоже с ним было. Может быть, мы сейчас тынски, как бы, скооперируемся? Ты что, обалдел? Ну, что, ну, как бы, блин, ну, развитие это должно быть в отношениях. Вот, кстати говоря, как ты относишься... Ну, может быть, не ты, а сейчас гипотетически. Гипотетическая девушка в 2019 году, собирающаяся выходить замуж. Ну, вот, вот, карня. Секунду, ну, как думаешь, вот, если чисто взять вот сексуальное отношение, ты допускаешь, что когда-нибудь, возможно, троничок? Ты понимаешь, что эти видео смотрит моя мама? Ты в порядке. На это видео мы поставим запрет. Мне интересно просто. Мамы не в курсе. Да? Да? Мамы не в курсе, что мы с тобой на курсе. Давай это опустим, забьем, когда дела. Но не что-то ей, то что я не пойму. Но ваще, что мы с тобой на курсе. И это же... Блин, я помню свой выпускной. Короче, я нажрался в такое говно, что мне было стыдно ехать домой. Я ночевал у девочки, с которой тогда встречался. Слава богу, она старше была меня, и у нее была хата своя. Здорово. Что за Дрейкой? Реально, скажите, что это чистый Дрейк вообще. Да, за и... Блядь, ты сам в сторис постишь, блядь. И пусть как это смешно сделали, тьма. А мне говорят, что я Беляйлиш, так что я тебя... Серьезно? Значит, надо дуэт. Как тебя зовут? Вообще... Как тебя зовут? Артем Дрейк? Артем Дрейчер. Качер. Можешь какую-нибудь цитату дать? Здесь цитата какая-то. Я приобрел, кстати, машину только, поэтому... Я приобрел снизу, а теперь мы здесь. Хуя себе. Ну давай. Ты думаешь, ты один на клипе? Красава. Сейчас офигел, потому что я подумал, что я увидел бывшую. Ну просто девочка прошла похоже на мою бывшую. Что, нам надо всем говорить теперь? Она поздоровалась? Она просто удивился и решил поделиться с вами этим. Ну и что мы обсудим? Давай обсудим твою бывшую, которую ты встретил. Нет, вот он мне говорит, что миллион раз было такое, что когда мы с ним были вместе, какие-то бывшие еще были рядом. Ты себя как ведешь, когда они... Смотри, какая бывшая. Я им всегда такой, типа... Я не... То есть ты им даешь понять, что, типа, девчонки, если что, звони? Нет, если что, она сейчас уйдет в туалет. Подходи. Я думал, если что, нормально, нормально. Ну ладно, честно, было только один раз так, в начале наших взаимоотношений. Когда ты ушла в туалет, я минуты две болтал с бывшей. Она еще тренировалась. Понятно, поэтому я дождался, когда Маша ушла в туалет и после этого с ней поговорил. В том, что твоей девушке будет неприятно, а в том, что бывшая имеет нереальную власть и силу. Хуя, что она имеет, блядь. Секундочку, стоп, пожалуйста. Вопросик, вопросик. Почему они не взяли в карты? Если вот ты увидел, допустим, бывшую сейчас, да, ты поздороваешься с ней? Конечно. Во-первых, почему у тебя среди выпуска не с бывшей? Санек, приготовил вообще шедевр. Шеф-повар, открываем канал, готовим вместе с Саней текилой. Да, с собой? Все, пацаны, быстро накрываем крышкой, сейчас и несите следующую. Пахнет охуенно. Ребята, понюхайте, запишите в комментариях, как вам? Как вам запах в комментариях? Самое главное, это Симба хуярит. Симба кушает, блядь. Ну там у него, чувак, целый обед, я тебе скажу. Да? Ждём, ждём, сэба. А он готов к такому. Окей, пока. Да. Саня, сегодня у него были повара. Мать! Пиздец! Папугался, у нас получилось! Мы тебя ждали, блядь, 15 минут. Чувак, ты видел, он просто вот так его сделал. Эпи, попу, епи! Это было очень страшно. А ты не ждал, блядь? Конечно, не ждал. Он шел спокойно, рассказывал по бизнесу. Если бы здесь вполне рыба может водиться. Чувак, это не Агарский водопад. Ты допускаешь, что когда-нибудь возможен троничок? Слушай, ну я... Блин, ну-ка, подожди-ка. Я ожидал, что ты скажешь сразу строгое нет. Ну-ка. Нет, я просто общалась. Не МЖМ, а ЖМЖ. А вот какого хрена? Не, блядь, это даже не обсуждается. А почему? Ну потому что... Ну скажи. А если он тут будет такой, а там... Чуть он, блядь! Мы его вообще даже не рассматриваем, не обсуждаем. Да чему? Нет, подожди, а вот еще вопрос. То есть ты хочешь, блядь, кого-то еще там, что ли? Да никого я не хочу, господи. Пиздец. У меня вопрос. А вот ты говоришь про... Что-то как-то там... ЖМЖ. ЖМЖ? А ты что именно подразумеваешь? Да хоть что. Это танцульки или... Да можно и начать с танцульки. Блин, ты офигел. Ну серьезно, ну это же как бы, ну... Блин... В Европе и в Америке это вообще как бы вот так вот просто. Пущеночку, блядь. Ну вот и езжай в свою Европу. Ну ладно, ну... Так и что, ты допускаешь или нет? Ну я чисто вот просто... Как ты к этому относишься? Слушай, я общалась с девочкой, которая как... Ну подруга рассказывала. Давай. Давай. И она говорит, что... Ну... Если типа это на уровне танцулек и настроение, тогда это круто. А если это на уровне там более глубоком, скажем так, тогда есть риски. Ну потому что вы живете вдвоем, у вас свое пространство и так далее. И ты случайно словишь взгляд какой-нибудь своего партнера на этом приглашенном госте, и у тебя этот взгляд будет сидеть всю свою жизнь, и ты будешь, блин, тебя колотить будет вот так все время. Серьезно. Блин, ну... Ну просто представь. Ну, кстати, да. Это может быть наоборот как бы отношения вообще раскроются и пойдут вот просто, знаешь, прям как нож по маслу. А может быть наоборот как бы вообще все... Нож по маслу. А сейчас у нас этот такой... Я не про нас говорю. Ну нет, сейчас мы такую булочку хорошую режем. Если вас выталкивают и чувствуете, что вас толкает куда-то, не сопротивляйтесь. Потому что некоторые бывают начинают... Это страшно. ...силу психологичную. Блядь, меня очень страшно сейчас. И в этом второй у нас будет страхующий водолос на всякий случай. Вы не симулятор. Если кто-то из вас, да, находясь под водой, забудет, что делать. У нас рекомендация очень простая. Поднимайте голову, руки к голове. Это сигнал для инструктора, что вы забыли, что делать. Я понял. В этом случае вас просто сразу тут вытолкнут. Я говорю, Саня, давай подпишем бумагу, что за нашу жизнь отвечаем мы сами. И бахнем эту с переворотом что-то. Ну давай. Фу, что-то меня этот чуть-чуть подколбашивает. Ё-моё, нифига. Все очень серьезно. Вот кабина. Ебать. Ну, ребята, это, конечно, очень интересно. Имитация падения на вертолете в воду. Перевернутый будет вертолет у нас. Ну что, мы готовы. Я, на самом деле, пиздец, как переживаю. Ты как, готов? Слушай, намного больше смелости было, когда я это все придумал. А когда уже проходил инструктаж, и такая паника у людей с пятого раза получается, с двадцатого. Были случаи, когда люди теряли сознание. Что? Эти двери уже так не думают. Эти двери уже такой напряженные. Не, ну выглядит все как бы очень профессионально, но устрашающе на самом деле. Блять. На что я подписался, сука. Сейчас Мия будет дикой ламбу раздавать. Стоп, а давайте как раз спросим сейчас у Мии, ты вообще состояла в отношениях? Да. Да? Все? Спасибо. Шикарный ответ. Мне кажется, это были несерьезные отношения, потому что я до сих пор еще не встретила человека, с которым я хочу провести свою жизнь. Это моя такая проблема. Мне вообще никто не нравится. Думаете, ко мне не подкатывают? Нет. Подкатывают, я даже знаю, кто из артистов, но пока не могу говорить. Начинается, начинается на, мне так показалось, начинается у него нейм на А, заканчивается на О. А-о-о-о. Никто не поймет? А-о-о-о. А-о-о-о. Я поехал, ребята. Сейчас мы посмотрим, как Суба записывает сториз. Финал Лиги Наций, Португалия и сборная Голландия. Финал Лиги Наций, Португалия и сборная Голландия. Я лично буду ставить за Португалию, потому что я с детства болел за Португалию. Блядь. Кто там играет, блядь? Кто играет в Португалию? Блядь, Роналдо. По Гуарежмо, нахуй. Не знаю там. Гуарежмо. Давай. По Гуарежмо же не играет там. Давай, он в бобслей ушел. В смысле? Он в борьбу ушел. Давай. Записывай быстрее, блядь. Ребята, сегодня встречаются две сильнейшие команды. Блядь. Блядь, здесь печет, нахуй, на самом деле. Я за гора. Ребята, сегодня встречаются две сильнейшие... Блядь. Очень интересный матч между сборной Португалии и сборной Голландии. Ребята, для тех, кто не сбор... Блядь. Мужик, ебать ты дрочишь нам. Ребята, сегодня очень интересный матч. Финал Лиги Наций между Португалией и сборной Голландии. Когда-то было время, я любил Гуарежмо, поэтому я болею за сборную Португалию. Поэтому я буду ставить за Португалию. Если вы хотите сделать ставку, ставьте ставку. Блядь. Сейчас хорошо было. Блядь. Сука. Блядь. Это совсем что я не могу. Чувствую жопой, что Португалия выиграет. Поехали. Пиздет. Убрал сейчас. Просто уничтожил субу, блядь. Вот ты вот молодое поколение. Сколько тебе лет? 19 лет, да? Да. Как тебе Мия? Ну, она очень харизматичная, скажу. А песня? Да. У нее очень прекрасный голос. Йооо. Ничего себе какие люди. Здорово. Руки заняты. Здорово, бро. Здорово, здорово. Кругом. Короче. Мы просто сюда хотели подойти. Автопарк-то солидный сегодня, да? Да. Причем из автопарка. Он сейчас нырнуть хочет в это. Бро. Ну, хорошо. Все. Суба, погнали. Кстати говоря, Жека, как ты думаешь, какое было желание, когда ты проиграл в бильярды? Я вообще, я думал типа прыгнуть за труда с крыши. Бро, ты прыгнешь в пруд. А, такое же желание? Так мы вдвоем. Только я за десятку, а ты просто, блядь. Попозже. Но ты сейчас хочешь прыгнуть в водопад за десятку? Он сказал, давайте там десять. Стой, у тебя прус с лягушками там как? А? А? А вот это мне поверь. Там есть пиявки, которые могут присосаться, куда непонятно, а? Я в костюме прыгаю. Бро, а если тебе в очко залетит пиявка? Нахуена наоборот. Ему наоборот, а он кайфует. Старт. Старт. Оружение с переворотом. Оружение с переворотом. Старт. Старт. ахххх ахххх Вот. О, это пиздец. Я ничего не видел. Ах ах, блядь. У У, слушай, я думал что это щит кто Semper. Я ничего не видел. Это пиздец. У, у Uh, я не понял. Я бы не спас никогда бы. Ты что-то видел? Там вообще невозможно спастись. Я не понял, что происходит. Я просто по руке вот так вышел, и я понял одну вещь. Если одна бы меня застряла, все, пиздец. Пиздец. Я начал искать, у меня паник получилась, когда вода пошла на верх. Ты видел? Это оказалось так стрёмно. У меня сейчас просто провал в памяти был. Это было стрёмно. Ну, мы погружаемся, и это происходит вот так вот, типа, хуяк! То есть, следующий этап – это закрытые окна. Но я понимаю, что самая жесть, то есть, двери мы не сделаем. Не, ну, давайте этап за этапом, я готов уже дальше, как бы... Может быть, это выглядит не настолько динамично, но мне кажется, когда вертолет реально падает в воду, выбраться из него, даже с такой подготовкой, ну, блядь, это шанс один на миллион. Огружение с переворотом. Огружение с переворотом. Старт. Старт. Это была Лиза. У вас была свадьба? Да, с ними же, с городжи. Стоп, секунду, сейчас мы спросим. То есть наши организаторы вам делали тоже свадьбу? Самую лучшую в мире. Серьезно? Блядь, я у всех спрашиваю, какие косяки вообще у них есть? Хоть какие-то, а? Косяки будете вы, скорее всего, на этот свадьбу, потому что вам придется делать очень многое, в любом случае, как ни крути. Вы в Ратонде тоже делаете? Нет. Какое вы выбрали место? Им построили замок идеи. Что, не смотришь его канал? Да, все правильно. Я сегодня смотрел только, как вы выбирали ведущего. Блядь, я хочу лично сказать, то, как ты упала в шубе, это было просто космос, реально. Зай! Ты вставай! Телефон, пожалуйста. Это топ видео. Это спланировано было? Ведусик? Нет, конечно. Это у вас там так все в ютубе. А у нас все true, понятно? Секундочку. Понятно? У меня на канале ноу постанова. Вот, блядь. Не, на самом деле, было очень потом грустно, холодно, да, разным местам. Слушай, влага стояла машина, это, короче... Не, ну ты была прям такая, как мокрая собака такая, бля. Очень красивая. Причем эта собака всплыла сзади, вот так вот, понимаешь? И шуба высохла, и ни хрена, все нормально. Джоффу замерзло, и все. У меня америкосы купили это видео, чтобы иметь возможность тестировать его. Я тоже продавал на Fail Army это видео. Вообще. В смысле, мое? Нет, нет. У меня брат наебнулся на скейте здесь в парке Горького. Сколько заплатили? 100 долларов. Мне 500. Но у вас, блядь, мощно. Он просто со скейта упал. Я хочу сказать тебе больше, что вы меркантильные товары. А ты поделился? Ты поделился? Нет, конечно. Блядь, вот это красава. Вот это молодец. Он потом заставлял мне падать, и еще, и еще, и еще. Она сама справляется с этим прекрасно. И как вы заработали на свадьбу? Знаешь, как меня засрали? Да. Да этот гандон, он вообще не мужчина. Где эти люди? Он даже не посмотрел на него. Он побежал за камерой. Они просто меня уничтожили. Там же цунами накрывался. Да ладно. Все правильно, правильно. Контент на первом месте. Любимая женщина на втором. Запомните это все. Что ты сказал? Что? Какое второе место? Только контент, только хардкор. Ну смотри, значит здесь есть пруд недалеко. Давай погружение пошло. Блять холодно. Все бро прыгает. Давай все. Ну ныряй давай. Ну ебать лягушка смотри. Ныряй давай. Либо десятка не твоя. Пока на пятерку. Ой блин. Не, не, не. Это что за крещение сейчас было? Давай на груди. О, давай, давай, давай. Давайте поставим палец вверх за Илюху. Потому что ну. Все, я влажнул. Ну блять. Хул затащил как бы. Юра блять. Скажи честно, что произошло у меня один на один? Ты подрался? Что произошло? Блять. На набережной. Не, ебать. Ну это ты в асфальт пошел. Да ебаный ты рот блять. Ни хуя себе. Мах, ты как? Супер, Саня. Смотрю твой пост. Ну надо же им как-то. Что? Что? Надо же как-то что? Ну, сказать спасибо девчонкам, которые танцуют вот так вот под нашу песню. А ты что считаешь? Молодцы. Пока то что считаешь. Бро, поздравляю тебя с выходом твоей фигуры. С фирменной одежды. Спасибо. Outplay. Игрок. Игрок. Круто. Киберспортсмены оценили? Все оценили. Большая движуха собралась. Все одевают. Все игроки внутри. Короче, круто. Старт был хороший. И через два месяца еще одну запускаем. Когда мне ждать ту самую, которую ты обещал. С Симплом. А я ее привез. Шоу ми. Ну-ка. На майке. Спереди. Все, я беру ее. Давай. И сзади вот так еще. О, нихуя себе. Нормальный. Ты еще, ну, соответственно, малыша этого так подтянуть. Блядь. Ну, вот за эту надпись вообще отдельный респект. Но это только любители CSGO. Сейчас просто должны были fire in the hole. Ха-ха-ха. Игрок. Энни проиграл. Желание. И желание будет спрыгнуть в пруд. Если с тобой что-то случится, то перепишешь канал Тудрос на меня. Намбаппе. Намбаппе. Все. Мужик сказал, мужик сделал. Красава. Тачку оставляю Илье. Канал переписан Намбаппе. Тебе все мои бутсы. Я надеюсь, они налезут. Давай, братан. И надеюсь, что будет все хорошо. Готов? Блядь. Ладно, все, я готов. Аккуратно. а за что я тебе хочу сказать пошло все к черту ногами вперед и отталкивай сильно зацепится это какой-то балет валерина надо платят 18 плюс сейчас просто сразу для по вам давай 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 второй припев попоем друг напротив моего куплета меньше сумбура больше уверенности все не забываю вот эту хуйню делать нельзя умеет привычка она вот так вот берет микрофон я не знаю меня это бесит пиздец тебя бесит такое исполнители вот так вот делать сколько по готовности мы готовы можем идти все пойдемте что мы с тобой на тусе что мы с тобой на тусе на тусе любви меня любви жарким огнем ночью и днем сердце любви меня любви жарким огнем ночью и днем сердце любви жарким огнем ночью и днем сердце любви меня любви текила брат салам трек огонь все пили очень круто поддержка это очень важно и она очень чувствовалась тебе понравилось ты тоже выступает было клево как и днем сердце любви меня любви вообще это нормально вообще это нормально мать такой зефирная нормально ты через дверь и ты первый я жду его ты выходишь и после этого я выхожу это короче знаете какое-то дело пока один из нас не выберется да салам салам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братан, я чуть-чуть испугался, но мы это сделали. Это пипец. Это просто спокойно пипец. Я такой думаю, где же ты, где же ты? И ты такой, вот уже появляешься, а у меня все чуть-чуть кислород поддавливает. А я, вот тут учтите, что представьте, что все разы до этого Саня молниеносно быстро вытягивал, а тут ему приходится ждать меня. Ну, прям, командно сработали. Но я на всякий случай вырвел окно себе и сидел ждал. Как только ты появился на горизонте, я отвинтил ремень и все уже. Но потом уже чувствую, первый раз такой, знаешь, воздух не хватает. Думаю, надо лучше обваливать. Очень прикольно. Я прям даже в конце еще остался, без колокола плываю. Прямо, спасибо большое. Очень круто. Это было прикольно. Ой, блядь. Это просто какие-то непередаваемые ощущения на самом деле. Очень мощно, очень необычно. И... Мы как будто в сауэльс такой привет. В джакузи такой железный. В общем, Габарна, реально спасибо тебе за такую движуху. Не ожидал, посмотрев видос, подумал, блядь, ну что там в бассейне по плаву переворачиваемся, блядь. Меня до сих пор реально немного трясет. Слушай, я вообще думаю, знаешь, вот YouTube мне дал такую возможность получить эмоции. И показать другим ее. И показать другим, чтобы они пробовали это испытать. И я могу сказать это так, что первый раз я сюда позвонил год назад. И получилось. Это долгая продюсерская работа. И мы тут раз, когда мы говорим, есть возможность. Спасибо. Реально, очень мощно, очень. Ну, сейчас мы уже здесь такие, знаешь, на лайте находимся, как рыба в воде. Ну, блин, после первого погружения, ух, ребята, ну вы все увидите. У Габара и кусочки у меня. Все. Ночью пришла группа подписчиков, фанатов. Савчик, ну вы, пожалуйста. Бабе подвидим, бабе. Подожди, 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 подожди. Нас так мало, сделай вот мы все. Пожалуйста. Возьми, взьями, 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 взьями. И это нормально, гуляем. Да, вы красавчики. Реально крутые. Вот психи, людей будет. Он первый был. Он первый. Так, кто не сфоткался, давайте то, что уже надо ездить. Суба вызвал меня на бой, говорит, давай попиздимся в бальшерских перчатках. Понял? Да мы не будем ебаться, мы же не дураки. Ну веби один раз хорошо. Не знаю, как пойдет. У тебя крученый, что ли? Ребята, учитывайте тот факт, что у него руки длиннее и он выше меня. И перчатки тяжелее. И шлем у него нет. Кто разбирается? Но я в шлеме. У него кепка стрессоустойчивая. Давайте пиздитесь уже. Самые жесткие драки начинаются с того, когда говорят. Давайте по лайту. Пацаки пиздятся. Что-то не поделили. Суба, бля, как побежать. Охуеть. Ебать. Суба давай. Жесть. Саня давай. Нормальный. Охуеть сильно. У нас такая динамика. У меня просто лицо. Бля, мужики. Оху. Пиздец забивает. Мы с борьбой. С борьбой. Суба пиздец, сука. Самый экшн-контент, бля. Я понял тактики. Суба, в живот, да, попал? Ебать. Суба, прямой пропустил. Саня пиздец злой. Чисто после секретрума пиздеца. Саня, где твои сильные удары, бля? Бля, пиздец пропустил. Пока поискам Суба ведет. У него больше попаданий. Да, да. О, он еще отбивается. Бля, нет. Убегай, нет. Больше атак. Больше атак. Пахнет нокдауном сейчас. Не, 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 мимо. Ой, он уворачивается вообще нормально. Брейк. Летит хорошо. Ну, бля, ну он еле живой. Куда? Ну, Суба складывался в удары сейчас. Красава. Не, Саня, хорош. Еще бы, блядь. Два раунда. Еще, блядь. Блядь, не могу. Ветер. Второй раунд. Я не в полную силу. Давай. Второй раунд. Я не в полную силу. Раз. Не в полную силу. Не в полную силу. Раз. Пиздец. Суба пиздец, блядь. Если бы я был в полную, знаешь, как бы я дрался вот так. Да куда, блядь? Давай, нормально. Он уже устал, блядь. Обычный спарринг. Погнали. Ху, ху. Ху я себя уважаю сразу. Фу. Ебать. Ой, блядь. Ай, иди нахуй. Давай сюда, блядь. Дерись. Ебать. О, блядь. Это что? Это бокс, что ли? Да, охуел, блядь. Знаете, стоки там идут. Ты видел, блядь? Это UFC уже. Пофуеть, это вообще. Это чисто алкаши пиздастся, блядь. Просто без разбора. Бля, а что, не могу реально? Давай, давай еще. Ты сдаешься, да? Не сдаюсь, мне просто блядь. Сдался, хотя ты побеждал. Ну, либо допизди его, либо все. Печень болит. Не халк. Давай, братан. Третий. Давай, давай, третий раунд. Третий раунд. Поехали. Как и было, лайтово. Лайтово, брат, я поддаюсь. Я поддаюсь. Никуда ты не поддаешься, ты хуяришь по полной паре. Поехали. Поехали. Давай, давай, проходи, проходи. Блядь, охуеть. Да, 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 да. Да, оно, оно, ой-ой-ой. вот так вот делаются рейтинги, блядь не какие-то пранки, блядь вот тебе битва за хайп уже это какие-то спартанские условия, слышишь? ебать ой, самый-самый контент буду все снимать отдыхаем, отдыхаем нет, нет отдыха еще продержаться все все и победитель Александр Теркина не, ну достойно Суба не, Суба красавчик пару раз хорошо прилетела на мул трейграут мы подготовимся давай, чуть-чуть еще раз чуть-чуть тренировал меньше кальяна, больше телок больше выносливость, чтобы у тебя была и все будет здорово воначивался, блядь, сука, как бог реально как уж выходил ну ты уж, конечно сколько ты весишь? 87-89 блядь, у нас одинаковый вес я 87 вешу, нихуя себе сегодня ты был Энтони Джошко подснято покажу что, что Энтони Джошко поджий ааааа ааа дамы дамы у тебя блядь блядь милан дамы смол Суба блядь ты уже определилась с финальным стилем или так же будет у тебя винегрет как и в моем творчестве финальный стиле музыки определилась ну и что то есть мама не в курсе это блядь хуйня да это просто басли да нет не курсе это исключение который вот мы им делают но стилё хочется типа ледика ламба а лиричные треки которые вам все хотят лиричные тоже обязательно сделаю осенью ждите просто сейчас лето вы сами понимаете ну ладно тогда знаешь что тогда надо конкретно поднапрячься и в ближайшее время выпустить сразу три сможешь и трек она все делаем еще одну совместку все про все максимум 10 дней вы ребята не забывайте подписываться ставьте лайки